Неприятное соседство. Светлана купила этот участок неделю назад, чтобы годовалый ребенок дышал свежим воздухом. А вместо этого приходится круглосуточно слушать поросячий виск и задыхаться от зловония. Напротив дома настоящая свиноферма. Летом очень жарко, хочется открыть окно, а тут мухи летят, большущие такие. На ферме живет около сотни свиней, не считая десяток уток, кос, индюшек и кур. Хозяйство, рассказывают соседи, начиналось постепенно. Несколько лет назад здесь появилась небольшая стайка поросят. Но на достигнутом фермер решил не останавливаться. В жару это зловоние, а в дождь это все фекалии, мухи. Все это летит опять же на эти 250 человек. Зараза вся, все распространяется по садоводам. Животные содержатся в антисанитарных условиях. Как соседи говорят, если стайки вычищают, то отходы не вывозят, а выбрасывают в ближайший лес, в котором гуляют местные дети. Кроме того, теперь по всей округе разбросаны трупы птиц. Вода, дохлятина, я не знаю, инфекция, наверное, все-таки это самое везде распространяется. Потому что вода, брали пробы уже из нашей скважины, и она для питья уже негодная. Я вот, например, привожу из города воду. Против фермера получилось все садоводство. Активисты требуют закрыть хозяйство. Ведь по уставу данного кооператива разводить живность на территории садоводства запрещено. Однако фермер решил все требования дачников игнорировать. А как только хозяин скотного двора увидел нашего оператора, тут же пустился в бегство. Работники фермы тоже от комментариев отказались. Вы хозяина спрашиваете, я за что? На днях садоводы решились на экстренные меры и обратились в соответствующие службы. Попытались обратиться во все структуры властные. И опять у нас ничего не получается. То есть и в Россельхознадзор, и в госреестр. Вот сейчас вот в прокуратуру опять написали письма. Ну что, 250 человек страдает от одного. Первым отреагировал управление Россельхознадзора области. Прошла проверка. Нареканий со стороны специалистов нет. Участок используется по назначению. В федеральном законе о садоводствах, огородничествах с номером 66 не сказано о том, что на земельном участке запрещено выращивание свиней, гусей, уток и так далее. Антисанитария в ведении Управления Роспотребнадзора области. По словам председателя садоводства, нарушения санитарно-эпидемиологических правил доказаны. Но выполнять предписание об устранении нарушений фермер не спешит. Получает штраф, оплачивает и все остается как прежде. Он обязан подчиняться решениям этого правления, общего собрания этого садоводства и действовать в соответствии с уставом. У правления, у общего собрания и у руководителей этого садоводческого товарищества имеется полное основание для того, чтобы принять к нему меры гражданского правового характера за нарушение правил пользования земельным участком. Сейчас соседи готовят документы в суд. Ведь только там может решиться, лишать права собственности фермера или нет. Главное, говорят юристы, чтобы жители оставались так же настойчивы. Ведь скоро наступит жара и зловоние усилится. Екатерина Семиусова, Николай Горгуц, Александр Мокин. Новости сейчас.